Здравствуйте, меня зовут Александр Борисович Сорокин, и я начинаю мероприятие нашей конференции, которое называется «Круглый стол. Проблемы выявления и диагностики синдромов, ассоциированных с мутацией гена FMI1». И мы с вами сегодня уже услышали большое количество докладов о том, что специалисты работают над проблемами этих синдромов с самых разных сторон. И вот за те 40 лет почти, которые прошли с тех пор, когда была найдена генетическая причина, по идее мы думали, что, наверное, уже мы решим сейчас все проблемы, связанные с этим синдромом. Этого не случилось, этого не случилось по объективным причинам, и об этом мы слышали сегодня, и об этом мы еще услышим в докладах участников, которые к нам присоединятся в последней части конференции. Но вот есть проблема, которая непонятна, почему она не решается, а именно проблема о выявлении синдромов и о информированности специалистов. И про это мы сегодня уже несколько раз слышали, про проблему, которая обозначена была участниками конференции, и мы сегодня хотим взглянуть на нее с точки зрения специалистов разных специальностей. И мы для участия в «Круглом столе» пригласили специалистов и представителей сообщества, которые с нами поделились своим представлением о том, как это происходит сейчас, и что нужно улучшить для того, чтобы все знали о том, все, кому нужно, знали о том, что эти синдромы бывают, и чтобы они получали своевременную помощь. И сначала я хотел бы предоставить слово Виктории Юрьевне Воиновой, и я не буду перечислять все регалии, вы их можете увидеть в программе или прогуглить. Виктория Юрьевна – это врач-педиатр, врач-генетик, и вот за мои многие годы работы в детской психиатрии я вам точно говорю, что если речь идет о каком-то генетическом заболевании, то рано или поздно возникнет вопрос, а что об этом думает Виктория Юрьевна. Вот, поэтому, Виктория Юрьевна, нам страшно интересно о том, как вы думаете, нужно организовать выявление и диагностику синдромов, которые связаны с мутациями гена ФМРА-1. Спасибо большое за формулировку четкую задачи моей. На самом деле начинается выявление этого заболевания, конечно, клиницистам, каким-то из специалистов, неврологам, или педиатрам, или психиатрам, или даже клиническим психологам. И первичное выявление детей с синдромом ломкой хромосомы X очень сложно из-за, я бы так сказала, мягкости фенотипа, из-за сглаженности фенотипа, потому что не всегда фенотипические признаки, комплекс микроаномалий лица ярко выражены у этих детей. Есть ряд заболеваний, которые хорошо знают в генетике, когда диагноз хорошо виден с порога, например, синдром Бильямса, синдром Дауна, когда очень легко узнать пациента по лицемоловому фенотипу. Синдром ломкой хромосомы X – это не то заболевание, которое столь легко распознается в группе тех детей, которые обращаются ко врачам. Мы пытались эту проблему решить благодаря применению так называемого глубокого фенотипирования, дип-фенотайпинг. И я расскажу в своем основном докладе, как мы разрабатывали клиническую диагностику, пытаясь сделать свою авторскую шкалу для диагностики, где каждый клинический признак оценивали количественно по степени его выраженности, по степени экспрессивности этого признака. То есть данную проблему первичной встречи врача с пациентом мы пытались решить следующим образом. На мой взгляд, еще помимо проблемы сложности клинического первичного выявления этих детей, у нас в стране, в России, есть еще ряд препятствий, которые мне хотелось бы вот тоже очертить. Во-первых, эти дети, как правило, как показал наш анализ, направляются в клинику, такую, как наша клиника, федеральная клиника, активно различными специалистами. Среди этих специалистов клинические психологи, электрофизиологи, психиатры. То есть если кто-то выявил и активно направил семью, тогда этот пациент попадет к специалисту, занимающемуся данным заболеванием. А вот активное обращение самих семей здесь не очень широко представлено, потому что, видимо, у родителей не только не хватает информированности о заболевании, но еще есть особенности матерей, о которых мы говорили, их психологические особенности, которые, видимо, не позволяют им занимать такую активную позицию по поиску специалиста. Эту активную позицию мы очень хорошо наблюдаем при других болезнях, например, при синдроме Ретта, где родители не являются носителями, там каждый случай является случаем Денова, заболевания. И генетически здоровые родители, абсолютно здоровые, очень активны в поиске специалиста по синдрому Ретта. Вот этого совершенно мы не наблюдаем с синдромом ломкой хромосомы Икс. Поэтому, несмотря на то, что популяционная частота этого заболевания существенно выше, чем синдром Ретта, мы видим, что активные обращения родителей, наоборот, в разы ниже. И численность когорты, наблюдаемой в федеральном клинике, численность когорты детей с синдромом FXS, ну, она менее многочисленна, чем при других болезнях, чем при том же синдроме Ретта, хотя синдром Ретта, в принципе, реже в популяции. Вот это еще проблема, которая вот в России очень ярко представлена. И еще в Российской Федерации традиционно применяется для диагностики молекулярно-генетической косвенный метод. Он очень широко распространен. Это метод исследования статуса метилирования гена FMR1. И поскольку этот метод не прямой, а косвенный, то есть он исследует метилирование повторов, а не число тренагулятивных повторов, то, ну, вот, получается, он очень широко распространен, и качество здесь диагностики ниже, потому что нарушение метилирования характерно не только для синдрома ломкой хромосомы X, а, например, для такого генетического синдрома, как синдром Клайнфельтера. И в этой связи качество молекулярно-генетической диагностики снижается. Вот, на мой взгляд, таковы и объективные, и субъективные препятствия к диагностике этого заболевания. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. То есть вот если бы было сейчас что-то одно, что нужно сделать как можно быстрее, и, допустим, у нас не было переживаний по поводу ресурсов, то какая была бы ваша рекомендация? Если бы не было переживаний по поводу ресурсов, я бы предложила использовать уже имеющийся успешный зарубежный опыт тех исследований, где проводился тотальный скрининг среди женщин-носительниц. Поскольку эти вложения, затраченные на такой скрининг, на самом деле приведут к колоссальной экономии затрат для общества в целом. Если родители, потенциальные родители будут знать о носительстве премутации в семье, то предпринятые при помощи врачей-генетиков усилия по пренатальной или преимплантационной диагностике могут предотвратить рождение больных детей. И затраты на вот такой скрининг, на пренатальную и преимплантационную диагностику в итоге для общества в целом будут меньше, нежели затраты на родившихся детей, на их менеджмент. На мой взгляд, это вот то, что крайне важно. И эту задачу придется решать специфически для этого заболевания из-за технологий диагностики. Например, если тотально всем потенциальным родителям предложить обследоваться для преконцепционной профилактики методом, например, секвенирования нового поколения, NGS, то мы не охватим синдром ломкой хромосомы X. Это специфические методы диагностики. Исследование тренуклеативных повторов — это особая технология, которая не покроется, например, секвенированием. И этим придется заниматься отдельно. И это отдельная работа. Но это нужно делать, потому что дети, эти дезадаптированы, как мы с вами уже поняли, и лучше предотвратить появление всех таких детей. Спасибо большое за это мнение ваше. И мы еще вернемся к разговору о том, что нам нужно сделать и как нужно изменить систему выявления и диагностики для того, чтобы помощь оказывалась наилучшим возможным способом. Но мне сейчас очень легко перейти к следующему вопросу, потому что вы подчеркнули о том, что это наследственное состояние, которое передается из поколения в поколение в разной форме. Поэтому специалист, который появляется, роль которого становится, может быть, в какой-то степени центральной, это специалист, который консультирует семьи и помогает семьям еще до того, как в них появляются дети. Я бы хотел спросить сейчас Альберта Михайловича Иркалеева, который врач-акушер-гинеколог, врач-репродуктолог, который подвижник, потому что он не только помогает семьям, он еще ищет новые пути о том, как эту помощь сделать наиболее подходящей и правильной. Альберт Михайлович, вот с вашей точки зрения врача-репродуктолога, какое место имеет выявление и диагностика этих синдромов? Добрый день, уважаемые коллеги. Я периодически между приемом пациентов слушал ваше выступление, выступление докладчиков, и для меня тема очень актуальна и интересна. Я скажу, что, наверное, мы немножко виноваты. Про мы я имею в виду аушер-гинекологи-репродуктологи. Виноваты тем, что мы не в курсе этой темы, либо, если ее знаем, то не можем выполнить хотя бы тот минимум, который бы мы могли и, соответственно, предотвратить рождение таких детей. Мы знаем, что у данных женщин повышается фолликулостимулирующий гормон при снижении антимюллерового гормона. Там происходит снижение авариального резерва, и эти пациентки чаще всего страдают бесплодием. То есть это как минимум 7-8% пациенток из всех пациентов, страдающих бесплодием. И, конечно же, когда... Вот мы сейчас с этого года, с января 2021 года, живем по новому приказу в области ВРТ, по новым клиническим рекомендациям. И в первую очередь при обращении к нам пациентки по поводу того, что она не может забеременеть, мы должны обследовать ее на гормоны такие как ФСГ и АМГ. Это в первую очередь. И я вам скажу, что не то, что врачи-коширогинекологи не помнят, они просто не знают, что есть такая патология, что при повышении ФСГ и снижении АМГ это может случаться, в том числе при синдроме ломкоэксхромосомы. И гинекологи на местах начинают их лечить непонятно чем. Репродуктологи, которые должны быть максимально осознанны об этой ситуации, также пытаются что-то с ними делать. Буквально вчера у меня была пациентка на приеме. Я вообще впервые столкнулся с данной ситуацией в 2019 году, когда ко мне пришла пациентка, у нее есть ребенок, первый ребенок, рожденный с данной патологией. И в течение двух лет мы с ней планировали получить собственные циклетки, чтобы выявить данные мутации и не допустить рождения очередного ребенка. Ну, после многократных попыток ЭКО мы получали эмбрионы, проводили предамплационно-генетическое тестирование и обнаружили, что не все дети были здоровы. В итоге мы пришли к выводу, что ей нужно применить, использовать донорские циклетки. За этот период у нее случилось четыре собственные беременности самостоятельные, которым было проведено неинвазивная пренатальная диагностика. И во всех четырех беременностях был подтвержден диагноз, и ей пришлось прервать эту беременность. Ну, вот, как я говорил, в связи с новым приказом и в связи с новыми клиническими рекомендациями лучше не стало. Гинекологи как не знали, так и не знают. Репродуктологи как не знали, так и не знают. Ну, благо, есть у нас генетики, которые нам помогают и немного осведомляют о данной патологии. И что мы можем здесь сделать? Да, либо это провести предамплантационное тестирование генетическое для того, чтобы не допустить переноса и далее имплантации рождения таких детей. Либо, если у нас не получается вот как с данной моей пациенткой, то использовать уже донорские яйцеклетки для того, чтобы пациентка могла осуществить свою репродуктивную функцию, родить здорового ребенка и жить счастливо. Спасибо большое, Альберт Михайлович. У меня вопрос такой, что центральной проблемой является осведомленность. То есть, как бы, вот это вот все не имеет смысла, если, я имею в виду конкретные рекомендации, если врач не знает просто о том, что такой синдром бывает, и какую он помощь может оказать, или, по крайней мере, какие возможности он может предложить семье. Вот в процессе профессионального восстановления врача вашей специальности, вот где этот момент, когда врач должен узнать об этом синдроме, о его распространенности, о важности этой задачи и о тех путях, которые он может предложить для помощи семье? Где это он может узнать? Наверное, мы все можем это узнать еще будучи на скамье, когда мы учимся на доктора. Но все, что иногда мы слышим, учась на доктора, мы, большей частью, забываем. Второй момент, наверное, в большей степени это все-таки, когда доктор начинает уже работать. И вот здесь должна быть какая-то наличие информации о осознавленности этих докторов. Потому что, когда мы не работаем, мы ничего не знаем. А когда мы начинаем работать, мы сталкиваемся с ситуациями и много возникает у нас вопросов. И если у нас нет информации, то все это в вопросах так и остается. Поэтому, в первую очередь, это должно быть осознанно первичное звено. Это акушерогинекологи женских консультаций, это кабинеты в бесплодии, это в том числе и частных клиник, а уже потом дальше и в том числе и репродуктологи. Репродуктологи в этой ситуации лучше понимают и знают, чем просто акушерогинекологи обычные. Спасибо большое. То есть, наверное, будет достаточно, можно уверенно сказать о том, что повышение информированности врачей разных специальностей, прежде всего тех, кто еще до рождения ребенка или даже до планирования семьи оказывает помощь, будет являться центральной рекомендацией на будущее. И вообще странно, что это пока еще до сих пор не происходит. Я хотел бы спросить сейчас Татьяну Витальевну. Татьяна Витальевна, спасибо вам большое, что вы поделились своей историей семьи, кроме того, что вы рассказали о том, о том, как происходит общественная работа в этом направлении. У меня во время вашего доклада возникал постоянно вопрос, почему это не оказывают, эту помощь не оказывают профессионалы. То есть, вот о психотерапевтической помощи, семья, вот этих разговорах о наследственном характере и так далее. Поэтому у меня вот к вам вопрос. Вот в вашей личной истории. Когда был тот момент, вот когда вы думаете, вам должен был специалист рассказать, что такое синдром FX и какие у вас есть возможности для дальнейшего развития, получения помощи? Спасибо за вопрос. Я думаю, что в моем случае это довольно очевидно, потому что, возвращаясь к тому, что сказал Виктория Юрьевна, действительно непростой для диагностики синдром, фенотип неочевидный и прочее, прочее. Я еще раз повторю, что третий генетик в моем случае предложил сделать анализ. И им, то есть важно, какой-то из генетиков нам предлагал сделать то, что называется панель на умственную отсталость. И очень важно, что этот синдром не входит в эту панель. То есть очень часто родители платят им 30 тысяч рублей, задают эту панель, и у них ничего не находят, потому что Мартин и Белл не входят в эту панель, это отдельный анализ. И я думаю, что вот конкретно в моем случае, в тот момент, когда я получила этот анализ, я могла бы получить еще какую-нибудь брошюру от Федерального ресурсного центра. Ну, например, она, кстати, существует. Довольно полезная, информативная такая вещь. Но почему-то нет вот этой... При том, что вот наш анализ мы получили в результате Накашиловского, то есть то, что называется государственный, в общем, наш генетический центр. То есть это не был частный такой вот такой поход. Мне кажется, важно какое-то... Возможно, значит, это не хватает связи между отдельными организациями, между отдельными специалистами. И плюс, мне кажется, что ужасно не достает присутствие, я так сразу скажу, в соцсетях. То есть в нынешней ситуации совершенно невозможно заниматься чем бы то ни было, какой бы то ни было просветительской деятельностью, если ты не стараешься это все транслировать. Мы знаем, какое количество прекрасных врачей ведут свои блоги, и это, на самом деле, очень здорово, потому что их читают и врачи тоже. И если это хороший материал, то это отличный способ учиться. И я, ну, как бы, я не знаю, насколько я сейчас могу сразу расстыкать дискуссию. Возможно, если будет время. Мне действительно очень интересно узнать, что имела в виду Виктория Юрьевна, когда сказала о незаинтересованности родителя. То есть в какой момент нужно... Я действительно просто не совсем поняла. В какой момент родитель должен проявить эту заинтересованность, если он не знает про синдром? Возможно, она имела в виду, что если не направили, то родитель не попал на какой-то там регистр. В какой момент родитель должен проявить эту заинтересованность? Дело не в регистре. Дело в том, что я могу сравнивать потоки пациентов с разными нозологиями и вижу, что такие вот психологические особенности родителей с рядом нозологии, например, с синдромом Ретта, таковы, что они очень активны, они преодолевают все недостатки здравоохранения на местах, отсутствие специалистов. Они очень активно ищут ответ на вопрос, что это за диагноз, и они находят федеральный центр, где есть специалист, который занимается этим заболеванием. Более того, у них очень серьезная родительская ассоциация, которая давно существует и занимается образованием и вот этим транслированием через социальные сети. Поверьте, врачу вот мне некогда заглядывать в социальные сети, я там нигде не представлена, потому что я с трудом выкраиваю себе там пять часов в сутки на сон, насколько вот когда ты становишься специалистом, идет востребованность. Я не могу заниматься социальными сетями. Особенности семей с синдромом ломкой хромосомы X почему-то по каким-то причинам несколько иные. Сами активно эти пациенты нас, специалистов, не ищут. Более того, побывав один раз на приеме или в клинике, они очень часто исчезают. На годы. На годы, понимаете? Вот если семьи с другими диагнозами ежегодно стремятся попасть в федеральную клинику для наблюдения за ребенком, то вот этого я не вижу от семей детей с синдромом ломкой хромосомы X. Они несколько иные. Может быть, им нужна дополнительная какая-то помощь по активной поддержке этих семей специалистами, психологами, например. Но вот это очевидно нужно семьям с синдромом ломкой хромосомы X. Возможно, этим родителям сложнее ориентироваться в нашем непростом мире достаточно жестком, где сложно добиться с соответствующей помощи от общества. Я поняла, ну, не до конца поняла, потому что, ну, понятно, обратная картина. Если вы конкретнее спросите, я отвечу. Поиск найти хоть какого-то специалиста, да, и я обычно не находит, это не сложно, мы сейчас будем говорить одно, я вот хоть другое, поэтому не думаю, что это имеет смысл. Но это интересно, потому что мне, например, было бы интересно узнать, что получают родители, которые регулярно приходят в федеральный центр. Какого рода помощь? При заболеваниях, которые не лечатся кардинально, получает родитель обычно симптоматическую поддержку для ребенка. Ну, для детей как с синдромом ломкой хромосомы X, так и для детей с синдромом Ретта, например, это наблюдение эпилептолога, к примеру, да, регулярные обследования электрофизиологические, наблюдение за состоянием различных систем органов. Это тоже очень важные аспекты, даже в отсутствии кардинальной терапии болезни. Как и при том, так и при другом заболевании кардинальной терапии, Женя. В вашем центре можно получить эту помощь, если туда обратиться, регулярно можно встать на регулярный какой-то обследователь. Очевидно, да, тут судить больше родителям, но родители с рядом на залоге считают, что это полезно. И к нам ежегодно катомнистическое обследование появляется. Да, тут, наверное, есть еще такой аспект, что есть родители более активные и более информированные, есть родители менее активные и менее информированные по самым разным причинам. То есть у нас сейчас настрой такой в мире, и он совершенно правильный из гуманистических и с научных точки зрения, что мы родители никогда ни в чем не виним, потому что им и так тяжело. Да, и здесь у меня вот с этим вопрос к Татьяне Витальевне вот по поводу сдвига помощи, которая происходит уже ребенку, который растет и которому нужна помощь. Сдвиг акцента на пренатальную диагностику и на профилактику на этапе планированной семьи. Как вот это воспринимается сообществом? Потому что мы знаем, что с другими генетическими синдромами иногда бывают разногласия между учеными и между учеными, допустим, родительскими ассоциациями. Я понимаю, что вопрос... Нет, нет, я прекрасно приняла ваш вопрос. Абсолютно все то же самое, естественно. И эта разница прослеживается и на уровне терминологической, то, что генетик называет больным ребенком родители. Либо говорит и признает, либо не говорит. В общем, это некая история выбора, поиск. То есть это отдельная такая тема, которая, естественно, постоянно обсуждается в рамках принятия или непринятия. Естественно, есть большое количество родителей, которые принципиально не хотят делать и диагностику эмбриональную предоплантацию. Естественно, это то же самое, я думаю, как со всеми другими генетическими заболеваниями. Позвольте мне комментарии. Я не думаю, что тут что-то специфическое, тут все то же самое, я думаю. Виктория Юрьевна. Позвольте мне комментарии. Из тех супружеских пар, которые ко мне обратились, и, может быть, иногда это бывают неполные семьи из тех родителей, родительниц. Я думаю, что подавляющее большинство все-таки много бы дали за то, чтобы заранее быть предупрежденными о возможности рождения ребенка с синдромом ломкой хромосомы Х, потому что многие из этих родителей вынуждены были сменить профессию или вообще выпали из своей профессии. Потому что это просто трудно, может быть, особенно в нашей стране, без должной поддержки самостоятельно растить такого особенного ребенка. Я абсолютно согласна. Мне кажется, знание в любом случае не может быть минусом. Дать родителю узнать об этом это главная задача, а дальше невозможно все-таки понятное дело. Естественно, у меня другая ситуация, у меня старшая дочь здоровая. Соответственно, я узнала когда родился мой второй ребенок, сын, и мой голос уже не предполагает задуматься о том, рожать ли у меня кого-нибудь еще. Поэтому, к счастью, для меня не стоит такого вопроса, потому что, возможно, я тоже об этом буду много думать. Поэтому, ну вот, максимально дать информацию, конечно, это очень здорово. Спасибо большое. Ну вот в таких ситуациях, когда, вроде бы, решение должно быть, оно где-то рядом, иногда хочется посмотреть, а что же делается в других местах на нашей планете. Я сейчас перейду на английский, потому что следующий вопрос я задам Стефани Шерман. Стефани, thank you. хотел бы узнать, как все организовано в США, как родители узнают о данном синдроме у своих детей, как семьи знают о премутации, есть ли какие-то разговоры о скрининге на федеральном уровне и какие другие шаги предпринимаются в этой связи. В первую очередь давайте поговорим о диагностике в нашей системе. Безусловно, есть страховка у нас, вы знаете, как специфику здравоохранения в США. Что касается диагностики и ситуации, следующее, существуют рекомендации из колледжа генетики американского и колледжа акушерства и гинекологии, то есть они расширяют спектр диагностики, то есть если есть ребенок с определенными задержками в развитии, задержка развития речи, аутизма и так далее, рекомендация провести тест, агентический текст, тест на наличие синдрома FXS. Если посмотреть на Канаду, у них лучшая система государственного здравоохранения, поэтому у них, соответственно, еще более широкий спектр помощи со стороны государства, поэтому они говорят о том, давайте посмотрим на другие ассоциированные синдромы в смысле того, что мы можем сделать в отношении пациентов с синдромом FXS. Есть исследования, которые показывают, что если посмотреть на другие симптомы, например, поведение, особенности поведения, вы можете сузить спектр тех симптомов, на которые вы смотрите и, соответственно, более точечно уже проводить диагностику. Если говорить о женщинах, которые обращаются с проблемами детрождения, бесплодия, то мы понимаем, что речь идет о различных нарушениях и, безусловно, проводят тест на наличие подобного синдрома, первичное в реальной недостаточности, но есть возможность среди профессионалов предложить проведение подобного теста, но сейчас это рекомендация, то есть это не рекомендация, а не обязательное, скажем так, исполнение исследования. И далее, а если говорить, например, о синдроме Треймора и атаксии, то неврологи, конечно, обязательно рекомендуют проводить тестирование, то есть мы понимаем, что это достаточно широкий обхват, а на самом деле, действительно, мы фактически затрагиваем всех пациентов, если говорить об образовании и об адаптации образования пациентов, детей с синдромом, это речь идет уже, конечно, обо всех образовательных учреждениях, включая детские сады, то программы должны быть адаптированы, адаптируются, и также есть складное тестирование, есть специальные агентства, которые могут провести прямое тестирование, то есть если есть ассоциированные нарушения, то они могут обратиться на проведение теста на носительство подобной мутации, это фактически уникальная ситуация, но вот она существует в нашей институции, да, возможностью провести тест на носительство мутации, если говорить о скрининге новорожденных, фактически это пилотная фаза проекта, господин Хагерман и его коллеги прозарабатывали очень хорошую протокол по скринингу новорожденных, для того, чтобы определять наличие мутации уже на этой ранней фазе, еще непосредственно в родильном доме, ранее это было безусловно сложно, потому что был ряд факторов, которые говорили о том, когда нам нужно непосредственно проводить этот скрининг женщин, новорожденных, но сейчас можно сказать, что есть пилотный проект, который называется «Ранняя проверка», который охватывает всех аспекты диагностики на синдром АФИКСС, и мы думаем о том, что делать, если мы находим премутацию, потому что мы можем найти другие, большое количество премутаций, а не полных мутаций, потому что что делать в этом случае, что нам говорить семьям, потому что есть этические вопросы, которые сопровождают данный аспект, то есть есть программа ранней диагностики, ранней проверки, она очень информативная, она говорит о том, каким образом проводить этот скрининг новорожденных Астралии, также проводит пилотные исследования, но в данный момент, как я уже сказала, это все начальная фаза, то есть пилотная часть, пилотный проект, если говорить о тестировании на носительство, то здесь большое количество возможностей, опций, если говорить о приконцепции, то очень важный момент, когда проводить этот тест, я считаю, что Израиль нам показывает великолепный пример, потому что у них есть бесплатный тест для любой женщины, и если они находят премутацию, то далее они могут провести дальнейшую диагностику, это потрясающе, что такая система была воплощена в жизнь, и у них очень значительный опыт уже в работе в этом направлении, так как говорили ранее, конечно, это большие инвестиции, но это нам позволит сэкономить большие деньги в будущем, что касается в США, то после диагностики, и вы все время говорите об этом тоже, у нас есть отличный фонд, о котором Роберт будет говорить чуть позже, но это фактически центральный исследовательский центр, где проводится изначальная диагностика, и они далее и поддерживают связь с целым рядом экспертов в различных областях, то есть это действительно такая сеть клиника, 27 клиник, которые работают по данному направлению, они работают в консенсусе, то есть это фактически, да, конечно, уже богатый опыт работы, но если говорить о лечащих врачах, то есть о врачах, которые первичный уход обеспечивают, это, конечно, еще здесь многое предстоит сделать, потому что их уровень осведомленности не столь высок, здесь много нужно будет сделать в будущем. Большое спасибо за ваш великолепный комментарий и на то, что вы сфокусировали. Доктор Шерман, то, что нам доктор Шерман сейчас рассказала, отражает сложность этого синдрома, да, то есть у нас есть генетический компонент, у нас есть сложность в выявлении, потому что нету таких ярких проявлений, про которые говорила Виктория Юрьевна, и очень часто специалист первый, к которому обращаются семьи, все-таки будет специалист, педиатр, невролог, психиатр, и я хотел бы сейчас задать вопрос Александру Владимировичу Горюнову, который врач, является врачом-психиатром, является ученым, изучает различные состояния, и нам интересна еще его позиция, потому что он не только детский психиатр, он работает с подростками, с молодыми взрослыми, вот насколько информированы психиатры об этом состоянии, насколько они понимают о том, что надо работать со специалистами других специальностей, и что можно улучшить в том, чтобы оказывать оптимальную помощь. семья. Спасибо, Александр Владимирович, добрый вечер уже, уважаемые коллеги. По большому счету сложно говорить об этом заболевании, синдроме, потому что явление редкое для нас, психиатров детских, потому что проходит часто под масками и наблюдается очень долго под иными диагнозами, особенно, когда речь идет о премутационных формах. И одновременно, когда речь идет о выраженной клинической картине, то это ограничивается достаточно ранней установкой диагноза и, опять же, направление уже в психолого-педагогическую коррекцию, потому что задачи психиатра достаточно долгое время рассматривались как минимальные при этой патологии. Что касается вопроса о знании психиатрами, возможностей диагностики введения, они невысокие. Да, в нашем центре, учитывая, что есть целая группа в прошлом, а сейчас целый отдел, который занимается именно различными формами аутизма, то знания, скажем, наших врачей и наших ординаторов, которые выходят из клиники, они выше, скажем, в службу в ординатурах, в интернатурах иных учреждений, там, скажем, сейчас при больнице имени Сухаревой, точнее, в научном центре Сухаревой организована своя ординатура или при Академии постдипломного образования, не так много внимания уделяется этой патологии, поэтому знания невысоки. И в целом они, наверное, все-таки ограничиваются в первую очередь выраженными формами этого синдрома. Ну, как известно, в первую очередь «Чувственная отсталость», особый фенотип «Нарушение поведения аутизма». Вот, а тема гораздо шире, и сам я, честно скажу, очень признательна организации этой конференции, потому что для меня тоже психическая патология в премутационных формах оказалась гораздо шире, чем я даже сам предполагал. и, соответственно, повышение уровня я вижу в нескольких направлениях. Один сложный самый – это изменение подходов изучения в принципе психической патологии, ведь долгие годы психиатрия как наука формировалась в сторону приближения ее к другим медицинским наукам, то есть на основании объединения синдромов, симптомов формировать хотя бы клинические очерченные близкие заболевания, чтобы в дальнейшем именно у максимально гомогенных по клинической картине групп находить биологический субстрат. Да, в большинстве случаев пока это не оправдалось, я имею в виду основные заболевания, такие как шизофрения, биполярное расстройство, хотя определенные достижения и там есть. Но когда происходит сейчас обратная тенденция, это может быть тоже ответ на вопрос, почему не очень осведомлено медицинское сообщество об этой патологии, когда происходит сейчас обратная тенденция объединения разных нозологических заболеваний по клиническому принципу, по синдромальному, ну в частности тот самый группа расстройства аутистического спектра, который, как мы понимаем, включает и экстра, и включала репта сейчас выведенный, включает иные синдромальные аутизмы, включает аутизм связанный с психической патологией, включает с органической патологией связанной и так далее, то есть эти заболевания объединены только одним фенологическим признаком наличия сложности социального коммуницирования, а соответственно это тоже, ну представим себе, что мы ищем что-то единое у пациентов с экстра и у пациентов с несиндромальным аутизмом. Для генетика, например, самое главное, как я понимаю, для биолога, для биохимии, это гомогенизация групп, чтобы группа, где они ищут патологию, была максимально гомогена по большинству критериев, ну чем больше, тем лучше. Сейчас это невозможно и поэтому, опять же, когда мы скринингово берем просто детей с аутизмом, мы пытаемся найти у них единый субстрат, какой-то, генетический в частности, результативность не очень высока. генетику найти субстрат легче, чем специалистам других специальностей, потому что как бы он есть в виде мутации. Безусловно, безусловно легче. Александр, если группа максимально сужена, если группа максимально сужена, легче, а если мы даем по клиническому признаку, то ему непросто. У него создастся впечатление, что вот мне дали людей с одним диагнозом, ну допустим, аутизм, а у них генетически совершенно разные изменения, и не будет научного выхода у этой работы. А что делать? Ну вот это, я сказал, это большая проблема, и я думаю, что все-таки развитие медицины будет происходить именно в сочетанной работе генетика, вот найден четкий этиологический субстрат, дальше будут изучаться патогенетические звенья этого заболевания с определением именно психического выражения этой патологии, что даст нам многие ответы. Ну и это самая сложная задача. Задача проще, это, конечно, образование, и здесь, мне кажется, два, скажем, да, два, скажем, пути. Это образование студентов, ординаторов и специалистов путем, ну, прочтения лекций, безусловно, и в данном случае, я думаю, на этом круглом столе было бы уместно присутствие кого-то из именно образовательных учреждений медицинского, как, например, кафедра постдипломного образования, который занимается круглогодичным именно повышением образования уровня врачей. Второе, конечно, как мне кажется, это публикации по этим работам психиатров, естественно, в тандеме с генетиками, ну, в частности, я скажу, что по данной патологии в журнале, в котором я работаю ответственным секретарем, это журнал неврологии психиатрии имени Корсака, вот таких работ было за последние 11 лет очень немного. Поэтому, конечно, вот то, что сейчас прозвучало, имеет смысл публиковать, и это наверняка найдет свой отклик, в том числе в различных учреждениях, потому что направления формируются именно по интересу сообщества, направления, я имею в виду научные учреждения. Ну да, тем более, что публикации, они отражают научные исследования, которые происходят, то есть я думаю, что мы можем смело рекомендовать поддержку именно научных исследований, которые потом будут оформляться в виде публикации, в том числе в вашем журнале. Спасибо большое. Я хочу попросить еще представить видение этой проблемы, в выявлении диагностики еще одного врача схожей специальности, это Виталий Леонидович Минутка, который врач-нарколог, врач-психотерапевт и руководитель сети клиник. То есть с точки зрения организатора здравоохранения, руководителя клинических учреждений, как вы думаете, можно улучшить помощь семьям, в которых растут врач-психотерапевт всех коллег. Я бы хотел сказать, что прежде всего я согласен, что это междисциплинарная проблема. И в частности полагаю, что как раз совместно требуется работа и психиатра, и невролога. Если была одна специальность нейропсихиатрия, и это бы специальности обучали раньше, наверное, легче было бы выявлять, легче было бы помогать таким пациентам их родителям. Если говорить о нашем опыте, к нам редко направляют государственные учреждения, редко направляют специалисты, в основном к нам приходят родители с детьми, и когда уже надо ставить диагноз, это где-то начиная с двух лет, где-то, ну, двух с половиной лет. Мы обратили внимание, что даже простые, очень простые скрининговые методики, ну, например, общий анализ крови, и то дает нам подсказки. Ну, например, он показывает наличие синдрома иммунодефицита. Так, например, вот я перед конференцией посмотрел, как на общем анализе крови отражается синдром хромосомы, хромосомы, то увидел, что там снижено количество лимфоцитов в общем анализе крови. Ну, есть такие работы. И по нашему опыту при синдроме дауна тоже снижено лимфоцитов, но там немножко другой рисунок общего анализа крови. Там, например, снижены эзенофилы, снижены эритроциты. И что интересно, при всех внешних факторах изогенных, скажем так, не очень люблю это слово, но скажу, там наоборот лимфоциты могут быть повышены. Поэтому вот как общий анализ крови простой дешевый метод, но уже нам подсказывает, имеем ли мы дело с какой-то наследственной патологией или нет. Ну, так, если быть внимательным и просто наблюдать, что творится в этом отношении. Теперь я бы еще хотел побольше уделить внимание проблемам лечения, потому что, да, хорошо выявили, но, кстати, по ходу дела у беременных женщин, у которых есть, на мой взгляд, наследственная патология, у них больше воспалительных процессов. Просто надо обращать больше на это внимание, как врач. Теперь, если говорить о лечении, вот здесь мне казалось бы, что, конечно, здесь именно междисциплинарный подход в полной мере себя проявляет, потому что в идеале это должна вести бригада. Нейропсихиатр, клинический психолог и дефектолог. И чтобы эта бригада взаимодействовала, ну, в данном случае, ну, в идеале под руководством врача, как мне кажется, потому что там все равно надо какие-то проблемы медикаментозной терапии решать. Потом психотерапия, социальная реабилитация, ну, как бы комплекс идет всего. И вот я бы не отметал бы другие молекулярно-генетические исследования, да, цитогенетика хорошо, да, выявили, но есть же еще фармакогенетика, который по ферментам цитохромоксидазы показывает нам, какие препараты будут более востребованы, какие будут менее востребованы. Я бы еще хотел сказать, что тут надо говорить тоже о персонализированной медицине, потому что, например, каждому человеку свое лекарство, каждому лекарству своя доза, и поэтому требуется мониторинг концентрации препаратов в крови, чтобы точно его дозировать в этом отношении. Если же говорить вот о каких-то других моментах, пусть даже полноэкзомного исследования, не говорю о геноме, то, конечно, нам же подсказка идет и по биохимическим путям, и по мишеням для терапии, когда мы это делаем. Мы, кстати, еще обратили внимание, когда мы проводим исследование диффузионно-тензорного изображения, то мы видим, что при многих заболеваниях такого смешанного аутистического спектра и задержки психического развития мы видим повреждения связок орбитно-фронтальной области и поясной связки. И вот мне кажется, что параметры могут нам тоже много подсказать. Вот тут я плавно перехожу как бы к эндофенотипам и плавно закругляюсь. Хочу обратить дебаде, что эндофенотипы, будь то вызванные потенциалы, будь то структура ночного сна, нам подсказки и для диагностики, и для лечения. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, что вот вы обозначили, то есть, мне кажется, мы все поняли о том, что обучать надо не только специалистов, репродуктологов и психиатров, неврологов, а и специалистов других областей, потому что, как и, кстати, с аутизмом вообще, и в том числе с этим синдромом, затронуты очень многие области функционирования человека, и вы упомянули про команду, в которую входит психолог, и я вот хочу сейчас спросить Светлану Анатольевну Тюшкевич, которая как раз психолог, как вот вы видите это, если к вам приходят, я знаю, что вы ведете активный прием семей и детей с нарушениями развития, в том числе с интеллектуальными нарушениями, если вы предполагаете, что это синдром лонгохромосомы, насколько вы, я знаю, что вы сами владеете этой информацией, как сделать так, чтобы психологи знали, какой маршрут им нужно предложить семье. Спасибо, Александр Борисович, спасибо вам за вопросы, и мне на самом деле хочется присоединиться ко всем коллегам и сказать о том, что действительно, если я говорю относительно психолога, а я являюсь психологом, коррекционным психологом и работала в разных дошкольных, школьных, образовательных учреждениях, то я хочу отметить, что здесь колоссально ставят проблемы в информационном блокаде, я бы сказала, да, на самом деле педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, на самом деле практически у них нет представления о том, с чем они имеют дело, с какими детьми, с какими особенностями встречаются при данном заболевании, поэтому мне кажется, очень важно выстроить вот эту информационную политику поддержки специалистов для работы с этими детьми, и что касается студенческой скамьи, то мне кажется, это рановато, потому что на студенческой скамье все забывается, хотя я, например, первый случай именно как раз диагностировала, что называется, после лекции Натальи Леонидов-Горбачевской по нейробиологии развития нарушенного, нейробиологии нарушенного хода развития, вот, но на самом деле тема очень актуальная, и тема, мне кажется, должна иметь продолжение, да, вот как раз в системе построения информации для специалистов, и я думаю, что она будет эффективна, если мы если мы простроим такую работу. Спасибо большое. Светлана Анатольевна, это вот как раз к тому, о чем нам рассказала Стефани, доктор Шерман, о том, что широким гребнем, если мы будем загребать и искать возможности выявить случаи в самых разных клинических и не клинических ситуациях, то, наверное, как раз эту проблему выявления диагностики мы решим. Вы упомянули Наталью Леонидовну Горбачевскую, и я очень хочу, чтобы итог нашего круглого стола подвела она, потому что вот в этом треугольнике между родителями, семьями, клиническими специалистами, психологами, врачами и исследователями вот это исследовательское начало с замечательными отношениями с родительскими общественными организациями и с большим клиническим опытом Наталья Леонидовна как раз представляет. Наталья Леонидовна, уважаемые коллеги, вот мы сейчас все собрались, все разные специалисты разных специальностей, да, я всегда мечтала о том, что мы создали единую команду, что мы работали вместе и вместе можно делать очень многое. Вот, мы видим, что у нас огромный недостаток информации, да, были предложения вот Александра Владимировича использовать прессу, использовать журналы для повышения, были предложения ввести курсы на и студенческие курсы, и курсы повышения квалификации, ввести специальный раздел, который был бы посвящен этому. Что еще можно сделать? Вот, то, чем я непосредственно занимаюсь электронцефалограммой, сейчас мы ищем способы найти по электронцефалограмме, выделить как-то премутацию, спонтаж уже получается, выявить премутацию, но для этого нам нужно объединить искусители вместе, вот мы должны собраться вместе репродуктологи, психиатры, генетики, да, и вот выработать общее представление об этом, выработать план повышения знаний об этом синдроме, и вместе нам соединиться, чтобы сделать какую-то определенную работу. Если бы в течение этого года мы могли бы набрать хотя бы 50-100 человек с премутацией, да, уже мы могли бы сказать о том, как это можно делать, да, и получить возможность сделать огромный шаг вперед, скажем так. Спасибо большое. Ну, наверное, это вот самые главные слова о том, что если мы будем работать вместе, то у нас все получится, и мы не забываем о том, что у нас есть огромная большая цель, о том, чтобы дети, взрослые были здоровы, о том, чтобы они успешно учились, и каждый привносит в это свою экспертизу, свои знания, свои умения, и, главное, вот этот позитивный настрой. Большое спасибо участникам круглого стола. Если у участников круглого стола или участников конференции есть еще какие-то соображения по поводу того, как улучшить выявление и диагностику, то, пожалуйста, направляйте их в оргкомитет конференции, потому что по результатам конференции будет сформулирована резолюция, будет оформлена резолюция, которая, мы надеемся, будет учтена специалистами и организаторами на разных этапах в разных министерствах, ведомствах тех, кто имеет возможность сделать нашу жизнь лучше. Продолжение следует...